Всем привет! Получена первая фотография планеты другой звездной системы. Сегодня мы спокойно рассматриваем фотографии планет Солнечной системы и их спутников на своих смартфонах, но так было не всегда. Еще 50 лет назад, до запуска в космос роботизированных аппаратов Voyager 1 и Voyager 2, увидеть Юпитер и Сатурн, не говоря о более далеких Уране, Нептуне и Плутане, и ученым и простым обывателям не представлялось возможным. Узнать больше про космос можно на нашем канале. Выберите плейлист под названием «Космос». И наслаждайтесь просмотром, узнавая новые факты и последние новости из науки о космосе. Подпишись на наш канал, где ты найдешь очень много полезной и интересной информации. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Что уж говорить о далеких мирах в других звездных системах. К счастью, научный прогресс не стоит идти на месте и сегодня, впервые в истории, мы своими глазами можем увидеть потрясающие новые миры. Недавно, с помощью очень большого телескопа, Very Large Telescope, астрономы сделали реальный снимок планеты в соседней звездной системе. Газовый гигант, получивший название B-Pictorius C, расположен примерно в 63 световых годах от Земли и вращается вокруг родительской звезды на чрезвычайно близком расстоянии. Охота на экзопланеты. За последние несколько десятилетий астрономические исследования выявили несколько тысяч экзопланет в наблюдаемой вселенной, но очень немногие из них мы когда-нибудь сможем увидеть. Важно понимать, что ученые делают вывод о присутствии большинства экзопланет только по их гравитации или способности блокировать звездный свет. Чтобы сделать первый в истории снимок экзопланеты исследователи повернули очень большой телескоп в Чили к звезде бета-живописца, которая находится на расстоянии 63 световых лет от Земли. Как пишут авторы работы, опубликованной в журнале Astronomy Antestro Physics, современный уровень технологий пока не позволяет получить непосредственное изображение экзопланет. Дело в том, что планеты по сравнению со звездами, очень тусклые и астрономы не могут рассмотреть их в ореоле света. Газовый гигант, расположенный в звездной системе бета-живописца или бета-пикторис входит в список менее чем 20 внеземных миров, которые ученые наблюдали непосредственно. А существование некоторых из них находится под вопросом. Необходимо отметить, что ученые уже много лет изучают звездную систему бета-живописца, оценивая ее возраст в менее чем 2 миллиона лет. Как пишет Futurism.com, газовый гигант Би-пикторис-Си был обнаружен с помощью прямой визуализации, что, опять же, применяется довольно редко. Однако аномалии в его радиальной скорости побудили астрономов присмотреться поближе. Анализ радиальных скоростей – менее распространенный способ обнаружения экзопланет, основанный на использовании телескопов для обнаружения небольших колебаний света звезд, вызванных гравитацией их планет. В результате охоты за экзопланетами звездной системы бета-живописца, ученые получили превосходный набор данных, описывающих движение этих экзопланет. Тем не менее, в этой далекой системе по-прежнему есть тайны, которые нужно разгадать. Так, свет от экзопланеты Би-пикторис-Си в 6 раз слабее, чем от соседней, Пикторис-Би. Примечательно, что масса Би-пикторис-Си в 8 раз больше массы Юпитера, так насколько же соседняя к ней планета большая. Исследователи полагают, что она немного больше, чем Би-пикторис-Си, но потребуется больше исследований, чтобы точно выяснить, так ли это. К счастью, проблемой это не будет. С двумя видимыми экзопланетами звездная система бета-живописца станет мишенью для многих астрономов. Если вам была полезная информация из видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В комментариях оставляйте пожелания и вопросы. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok